Я хочу дать вам несколько советов, которые помогут решить вот эти вот все проблемы, о которых мы говорим. Безусловно, каждая семья индивидуальна, ситуация в каждой семье индивидуальна, ребенки, дети очень разные. Поэтому надо, конечно же, смотреть по своим детям. Но есть несколько общих принципов, которые нам всем помогут. Я хочу напомнить наш такой глобальный принцип нашего курса «От хаоса к порядку», когда мы говорим о порядке на карантине, о том, как найти время на все самое важное на карантине. Мы помним, что мы перезагружаемся. Мы уже не можем на карантине жить так, как мы до карантина жили. Очень многое изменилось. Как долго это будет продолжаться, тоже пока непонятно. Но вот это пока наша реальность, что мы все дома, учеба из дому, работа из дому. Нам надо перестроить свою жизнь, нам надо перестроить рутины, перестроить распорядок дня, пересмотреть свое отношение к определенным моментам. То есть суть в том, что мы какие-то наши привычки, какие-то наши приоритеты, которые были в прошлой жизни до карантина, мы тащим их в нашу жизнь сейчас. И не складывается, потому что сейчас жизнь очень сильно изменилась. И очень важно, чтобы мы все поняли, что мне нужно в моей жизни перезагрузить, чтобы получить такой-то результат, который я хочу, чтобы у меня был порядок, чтобы было время на детей, чтобы дети учились и так далее. Вот это вот очень важный момент. Напоминаю, что мы с вами возвращаемся в круг влияния, мы определяем приоритеты, и мы перезагружаемся. Вот наше отношение к школе тоже нужно перезагрузить. И опять же я напоминаю, почему я опять вам говорю про приоритеты. Потому что когда вы определяете для себя приоритеты, вы понимаете, что для меня сейчас самое важное, каким человеком я хочу выйти из этого кризиса, в каком состоянии я хочу, чтобы мои дети вышли из этого кризиса. Когда вы задаете себе эти вопросы, это помогает вам яснее видеть ваши ежедневные задачи, которые у вас есть каждый день, и вы будете понимать, чему нужно уделять главное время. И хочу сказать вам такую практически крамольную мысль сейчас. Но я ее докажу, у меня есть доказательства. Смотрите, если вы хотите, чтобы ребенок успешно учился дома, то школа для вас сейчас не должна быть главным. Это очень важная мысль, я еще раз ее повторю. Подумайте ее. Если вы хотите, чтобы ребенок успешно учился дома, школа для вас сейчас не должна быть главным. То есть, если вы хотите, чтобы дети сами занимались, чтобы они с удовольствием занимались, чтобы те знания, которые они получили, у них оставались в головах, чтобы были определенные школьные рутины, вы не должны ставить школу во главу угла. А как же по-другому, спросите вы. А по-другому вот как-то вот так вот. Посмотрите, пожалуйста, на эту пирамидку. Она, с одной стороны, отражает, какие приоритеты должны быть в нашей жизни в течение карантина, в это сложное время. И она отображает количество времени, которое мы должны посвящать, как бы нашим приоритетам, чтобы добиться успеха в самых сложных моментах. Если мы говорим про работу и про учебу, это самая сложная деятельность, которую вообще человек, любой и маленький, и взрослый может осуществлять. То есть когда человек самореализуется, обучается, пробует новое, изучает, получает какие-то новые знания, это самая сложная работа для нашего мозга. И чтобы она могла осуществляться, чтобы наш организм, наша психика имели ресурсы для работы и для учебы, нам надо создать фундамент, ребята, для этого. И мы будем на этом уроке сегодня с вами говорить об этой пирамидке. Давайте коротко, и потом будем разбирать детально каждую ступеньку. Смотрите, первым делом, для того, чтобы мы могли иметь возможность работать, учиться, наводить порядок дома, заботиться о нашей семье, нам нужно что? Нам нужен ресурс, нужны силы, чтобы вы могли это делать. Поэтому забота о себе – это база, ваш ресурс – это база. И самое главное – внимание, если вы хотите, чтобы ваши дети учились, вы должны уделять себе. Это может звучать странно, но это очень логично звучит, потому что если вы спокойны, вы отдохнули, вы в ресурсе, у вас порядок в голове, и вы понимаете ваши приоритеты, вы знаете, как организована ваша жизнь, вы можете помочь ребенку в организации учебного процесса, вы можете помочь ему решить его проблемы, вы можете мотивировать его и так далее. Но этого не будет, пока у вас не будет ресурса. Следующее. Мы уже много говорили с вами об отношениях, о том, что ребенок хочет слушаться того взрослого, к которому он привязан, того взрослого, которого он любит, того взрослого, за которым он смело следует. Поэтому если вы хотите, чтобы дети соглашались учиться, нам нужны отношения с нашими детьми. Нам надо вкладывать время, усилия в отношения. И еще раз хочу напомнить, что наши отношения между нами и детьми, они зависят от нас, не от детей. Мы отвечаем за мои отношения. То есть я отвечаю за мои отношения с моими детьми. Если дети со мной грубые, если дети меня обижают, если дети плохо себя ведут и не слушаются, и как бы, ну не знаю, как-то вот относятся ко мне без уважения. Это моя проблема, потому что взрослый отвечает за отношения с ребенком. И взрослый должен делать шаг навстречу своему ребенку. И, честно говоря, по умолчанию ситуация, которая сейчас, вот те стрессы, в которых мы все находимся, люди учиться не могут в такой ситуации. Ситуация настолько пропитана стрессом, сильными эмоциями, тревожностью, что мозг человека учиться не может, понимаете? Что уж говорить про маленьких детей. Поэтому, ребята, очень важно снизить ожидания от наших детей в контексте учебы. То есть просто потому, что мозг не может. То есть мозг может либо учиться, либо мозг может отслеживать угрозы, смотреть за фигурой привязанности, где там моя мама, все ли у меня хорошо, все ли хорошо в окружающем мире. То есть ребенок, когда он только успокоился, когда он не переживает о том, что происходит вокруг него, его отношения с родителями, тогда он только может учиться. Сейчас, в общем-то, создать такой покой, такую как бы тишину эмоциональную в доме очень сложно. Да, мы стараемся, и мы как бы за то, чтобы это делать, но все равно уровень стресса определенный присутствует. Поэтому я бы вообще сейчас ожидала от детей гораздо меньше, чем они делали даже, когда просто ходили в школе. Что уж говорить про больше. Следующий очень-очень важный момент, ребята. Для того, чтобы дети могли эмоционально успокоиться, расслабиться и начать учиться, да, когда это нужно, очень важно принимать их сильные эмоции, не бояться сильных эмоций, разрешить, чтобы вот эмоции проявлялись, не затыкать им рот, не как бы запрещать им плакать, не запрещать им быть агрессивными. Если ребенок агрессивный, не принимайте агрессию на свой счет. Ребенок, который кричит, который плачет, который дерется, который нападает, это ребенок, который страдает. Он просто по-другому не может вам сказать, мама, помоги мне. Вот знаете, как утопающий, как бы когда он тонет, он выбрасывает руки вверх. Если вы когда-нибудь были рядом с человеком, который вроде как бы тонул, вы знаете, что он хватает, он может за лицо вас схватить, ему надо выбраться наверх, потому что вот организм этого требует, он просто задыхается. Вот то же самое происходит с ребенком, который агрессивный, который истерит, который может как-то некрасиво себя вести по отношению к вам, он просит о помощи, а просто красиво он не может еще сказать, он не осознает своих эмоций, он не понимает, что с ним происходит, он действует импульсивно, мозг незрелый, мозг этим не может справиться. Поэтому очень важно, чтобы вы были тем взрослым, рядом с которым ваши дети могут выбросить абсолютно любые эмоции, и вы должны не разрушиться рядом с таким ребенком. Мне очень понравилась, это была фраза Людмилы Петрановской, она говорит о том, что взрослый не должен разрушаться от сильных эмоций ребенка. То есть как бы ребенок себя не вел, как бы может вам бы нравилось или не нравилось эта ситуация, но разрушаться вы не должны себе позволять. Вы должны быть сильным взрослым, который может принять все эмоции ребенка. Самое главное, да, мы снижаем ожидания от учебы дома. То есть то, что сейчас происходит, это не домашнее обучение. То есть те, кто был на домашнем обучении, у них, скорее всего, как бы там стресса в минимум, у них что было, то и осталось. Если вы учите дома ваших детей, потому что так надо из-за карантина, вы не выбирали это делать, это не домашнее обучение. Это учеба дома, онлайн, в стрессовой ситуации, без вашего желания, без нужной структуры, поэтому ожидать многого от этого нельзя. Вот дальше. Следующее. Помним, что мотивация к учебе у детей появляется из любви к родителю. То есть если ребенок хочет быть послушным для вас, хочет быть хорошим для вас, хочет сделать вам приятное, он будет учиться, понимаете, и для этого нужны отношения. Следующий очень важный момент. Я уже говорила в самом начале. Учеба не главное. Учеба – это вишенка на торте. Мы не можем делать эту вишенку на торте самым главным. То есть, по сути, она появляется благодаря тому, что вы уделяете время другим вещам. Вот тогда появляется успешная учеба. Поэтому нельзя сейчас ставить во главу угла учебу. Во главе угла забота о себе, отношения, работа с эмоциями, порядок в доме и так далее. Понимаете? То есть очень важно правильно выстраивать эту пирамиду. И то, что мы будем с вами учиться делать благодаря тем распорядкам дня, которые сейчас вам покажу, мы будем делать учебу стабильной ежедневной рутиной. Я не против учебы. Учеба должна быть. Но она должна быть в виде рутины. То есть ребенок каждый день должен знать, что у него есть время, и он садится, читает, он садится, считает, он там созванивается со своими одноклассниками. То есть какие-то повторяющиеся рутины по учебе. И то, о чем говорят сейчас все специалисты по образованию, по домашнему и по школьному, самые лучшие специалисты, они говорят о том, что сейчас главная задача не получить какие-то новые знания, а сохранить то, что есть. То есть что ребенок продолжал себя чувствовать учеником, который регулярно учится, что школа – это часть моей жизни, что я продолжаю учиться. То есть сохранить то, что есть, те знания, тот статус, который есть. Это самое главное то, что должно быть как бы вот в контексте учебы наших детей. Дальше помним, да, мы должны наполнять источник сил наших детей. Сон, движение, вода, игра, фокус, время – это то, что помогает им просто быть в ресурсе. Дальше очень важный момент. Учебу нужно ограничить по времени. То есть какой-то вы должны понять, какой прожиточный минимум учебы у вас есть. Например, в нашей семье учеба начинается где-то с 10, и она прекращается в 3 часа. В 3 часа начинается экранное время. То есть вот с 10 до 3 – это 5 часов. И то это не все время, что они прямо сидят и занимаются. То есть они могут пойти поиграть на улицу, потом сесть за книжку, потом опять поиграть. Но вот это время, которое у нас есть на учебу. После экранного времени уже никто не учится. И очень важно понимать, что не обязательно, чтобы вы все задания выполнили, но как просто вот, чтобы и это немножко поучили, и это поучили, и это поучили. Мое мнение, опять же, то, чем, говоришь, лучшие специалисты и детские психологи вот в контексте карантина по всему миру, что главное не качество и не количество. Главное просто то, что ребенок учится регулярно, что он учится самостоятельно в чем-то. Да, может быть, не идеально выполняет задания без вас, но он их выполняет, он продвигается вперед. Вот поэтому в учебе сейчас важен не совершенство, а ежедневный прогресс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова